Этот задира хотел напугать русского боксера. И вот что с ним случилось. 30 мая на арене «Россия» состоялся боксерский вечер, организатором которого стала промоутерская компания «Мирбокса» Андрея Рябинского. В главном поединке турнира на ринге встретились два известных супертяжеловеса. 35-летний бывший владелец титула чемпиона мира по версии WBA Александр Поветкин и экс-президент на мировой чемпионский титул WBC 28-летний немец сирийского происхождения Мануэль Чар. На кону боя стоял вакантный титул интернационального чемпиона WBC. Соперники имели идентичные послужные списки побед и поражений, причем каждый из них свой единственный на данный момент проигрыш потерпел от одного из братьев Кличко. Чар проиграл в сентябре 2012 года старшему брату Виталию. А Поветкин в октябре 2013 года младшему брату Владимиру. И обе эти неудачи Александра и Мануэль потерпели в Москве. Для русского Витязя это был первый выход на ринг после поражения от Кличко. Поветкину достаточно долго подыскивали подходящего соперника. В разное время ходили слухи, что команда Александра договаривается об организации боя то с американцем Трэвисом Кроуфманом, то со скандально известным британцем Дериком Чисорой, то с украинцем Вячеславом Глазковым, то с американским ветераном Тони Томпсоном, то с кубинцем Луисом Мортизом. Однако в итоге его соперником стал импозантный немецко-сирийско-ливанский поец Мануэль Чар, который на тот момент занимал седьмую строчку мирового рейтинга супертяжеловесов по версии WBC. Однако известен он был в первую очередь не столько своими боксерскими навыками, сколько характерным поведением на ринке, в котором явно просматриваются нарциссизм, самолюбование и подозрения в подкупе соперников. Однако во всех предматчевых заявлениях и интервью перед боем с Побеткиным Чар был непривычно корректен и лоялен к сопернику. Да и собственного фирменного хамства и бахвальства он не демонстрировал. Мануэль очень хорошо отзывался о Побеткине, и на него это было не похоже. Но со звучанием гонга всё изменилось. Любители единоворс, будьте готовы, нас ждут захватывающие события из мира бокса и ММА. Подогреть интерес к спортивным и киберспортивным событиям вы можете у моих друзей в OneX, а по моему промокоду HALIFTV вас ждёт бонус до 520 долларов. Бой начался стремительно. Побетки начинает разведку джебом и постепенно подключает апперкот. Чар был пассивен и всё время пытался сократить дистанцию. Зал агрессивно поддерживал российского бойца с самого начала боя. В начале второго раунда Александр наносит мощный правый боковой, который потрясает Чара. После этого ещё пара ударов россиянина достигла цели, но добивать соперника он не стал. Чар в этот момент забыл о всём своём уважении и начал буквально истерить, криком показывая, что он в порядке и готов продолжать боксировать. Однако сам же ушёл в глухую оборону. Александр снова начал планомерно атаковать противника. В конце раунда Чар нарушает правила и подло наносит удар после гонга. ГОЛОДИТЕЛЕЙСКИ Следующие раунды Поветкин наносил жесткие удары по противнику, а Чар даже не думал выходить из защиты и попробовать хоть контратаковать. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В конце четвертого раунда немец жестом показал, что не почувствовал удара Поветкина, однако его состояние оставляло желать лучшего. К пятому раунду ссадины Чара от пропущенных ударов становятся все более заметными. Александр все так же пробивает защиту противника и наносит точные удары. В середине раунда Чар снова показывает, что эти удары были ему нипочем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Чар продолжал выдерживать серии ударов и неплохо вроде отвечал джебом. Тогда как Александр раз за разом заставал его врасплох разнообразными атаками и продолжал работать в бешеном темпе. Мануэль не может развивать успех и даже после попадания с джебом застаивается на месте во время встречных атак. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Седьмой и заключительный раунд. Александр попадает апперкотами, затем включает боковыми удары и Чар плывет. Мощный правый боковой окончательно выбивает землю из-под ног соперника и Чар оказывается на полу. Видимо, что он уже больше не поднимется. Победа нокаутом. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ